Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 20 июня. Слышите шум дождя? У нас идет дождь монотонно, льет и льет и льет. 11 градусов всего днем, 7 градусов будет ночью. Конечно, это очень сложный период для огурцов, особенно для огурцов, если в открытом грунте у кого. Вот смотрите, теплица запотела, видите, наверное, запотелые стенки теплицы. И в такой период, даже в теплицах, когда нет солнышка, когда температура, если там она 11, то и здесь не теплее, не нагревается же ни от чего. В такой период огурчики завязи могут замереть в росте. Ну вот у меня они до сегодняшнего дня росли хорошо. Вот завтра посмотрю, вот эти увеличатся или нет. Видите, молодняка много висит. Вот прям они и не маленькие, но еще и небольшие. Сегодня оборву все крупные и посмотрю. Потому что у нас завтра тоже будет холодно и ночи будут холодные. Естественно, если есть возможность, в такие периоды надо двери, теплицы у огурцов закрывать. Про помидоры я думаю, то ли закрывать, то ли не закрывать. Если сильно холодно, вот, например, 7 градусов ночью будет, я, наверное, одну дверь заднюю буду закрывать в теплицах у помидор. А одну буду все-таки открывать. Потому что сильно закрывать тоже нельзя в такой период. Там же они политы, влажность, все. Вот, короче, к нам пришло длительное похолодание. Но, с другой стороны, конечно, хорошо. Польет огород там, где я говорила, что я бегала со шлангом с утра до вечера, где нет капельного полива. У нас вот засыхала морковка, засыхал чеснок, желтели листики. Вот такой дождь живительный для них. Все хорошо. Но были бы ночи потеплее. Потому что 7 градусов для ночи это такая критическая температура. Особенно наши-то сибирские томаты, они выдержат 7 градусов. Им хорошо. А не знаю, как мои иностранцы будут вести себя. Возможно, они встанут, затормозятся. Сейчас вот я пошла вам описывать бетту буду. И как раз мимо поля томатного пройдем. Посмотрю, как там дела. Но выходить, если честно, неохота. У меня сегодня по плану посынковать теплицу. Там один ряд остался со вчерашнего дня. И мне хоть хочу, хоть не хочу, надо доделать. Потому что пасынки разрастаются, они загораживают друг друга. Вот я одела свитер, одела курточку, безрукавку. Одела теплые носки. Стою. Но выходить из теплицы с придомовой так неохота. Да, картинка не веселая. Но зато я, когда вчера или позавчера говорила, что дождик понарошечный. Теперь точно не понарошечный. Пролила весь огород. Холодно. Холодно. Уныло как-то. Я привыкла, выхожу всегда. Солнышко светит. Тепло. Птички поют. Даже птички не поют. Точно. Сидят, наверное, в своих гнездышках. Греют своих птенчиков. Вот эту вот чудо-теплицу и огрощит вон там с перчиками, с баклажанами. Я закрыла еще вчера. Им все-таки будет там немножко потеплее ночью. Ну а остальным томатам придется потерпеть. Сегодня в комментариях прочитала сообщение одной зрительницы. Она просит, вы покажите иностранцев козулу. Очень интересно посмотреть. Но я ей ответила. Отвечу всем, что кто ждет. Вот, например, когда я покажу иностранцев. Вот я козулу высаживала вообще в последнюю очередь. Вот сюда, в уральскую теплицу. И я ответила, что показывать-то еще нечего. Высаженные в поздние сроки томаты. Они еще только цветут. У них еще даже ладон завязи нет. Но они цветут маленькие. Вот эти яблочки висят у них. Но показывать-то нечего. Я же буду показывать, когда плоды хотя бы приобретут окраску. Свойственную для этого сорта. Вот они козулы. Пока что одна зелень. Кроме зелени здесь ничего нет. Обильно цветут. Я вот вырезала пасынки. У них лишние. Хочу сказать, что очень мощные какие-то растения. Прям здоровые такие. Я не ожидала, что они будут такие большие. Вот здесь вот тоже вот эта вот мечта Алисы. Потом вот этот сержант Пеппер. Но все они еще в таком состоянии, что показывать кроме листьев нечего. Листья и маленькие, и крошечные плодики. Так что немножко нужно потерпеть. В июне у меня еще спелых иностранцев нет. Там один-два спеет в другой теплице. Но это только-только проблески начинаются. Еще рановато маленько. А сержант Пеппер вообще вот такой. Он сделался фиолетовым, как баклажан. И висит. Естественно, никаких еще спелых... Надя. Никаких спелых томатов нет. Они пока что формируются. Ну что ты хочешь сказать? Говори скорее. И хочу дать еще одно пояснение. Вот одна зрительница тоже выразила удивление, что почему я начала не с ботяни. Вот начала первый сорт описывать вот эти русские колокола. Почему не ботяню? Ну, объяснение очень простое. Ботяня я действительно поспел первым. Но пока я собиралась, его весь мы, спелые плоды какие были, все сорвали и съели. Потому что никому не хочется домочаться в нашем, ждать, когда там бабуля соберется описывать сорт ботяню. Ну и так как я уже много раз показывала и говорила, что вот ботяня поспел первым, ботяня поспел первым. Я думаю, что кому интересно посмотреть сорт ботяня, можно посмотреть прошлогодние видеообзоры или сделаю чуть попозже. Но не выдержали. Люди ботяню всего съели. Ждать никому же не хочется. Это первые плоды. А я так как не могу сразу все видеоролики снять, буду по одному, по два сорта описывать. Следующий ботяня как поспеет, обязательно его опишу. Вот дошла я до той теплицы, где я буду работать. И как раз мне на глаза попался вот этот томат. Сейчас еще несколько слов скажу о нем. Нынче я сумасшедшие вишни Бари высадила пораньше, потому что в том году, видели, наверное, они у меня были на полу, врастил. В этом году я ее посадила у входа в теплицу. Вот так вот, смотрите. И дала ей большой-большой-большой-большой-большой железный 2,5 метра. Вот такой, как железный кол. На нем она будет сидеть. Она он. И смотрите, какие кисти. Это уже видно, что это именно вот тот сорт. Вот они они. Видите, сумасшедшие вишни Бари. Они маленькие-маленькие-маленькие. Вот совсем крошечные завязи. Но видно уже, что они такие сумасшедшие. Потому что в одной кисти, я даже не пробовала считать, но сейчас вот когда завязь завяжется, видно, что здесь не 10, не 20, и даже не 30 штук. Их тут несколько десятков. И что самое интересное, завязи-то получаются почти с каждого цветочка. То есть пустоцветов-то нету. Вот точно сумасшедшие вишенки Бари. Есть вот совсем крохотулька. Но уже завязались. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...